С нами на связи Валерий Корбалевич, белорусский политолог. Приветствуем вас в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Валерий Иванович, а скажите, пожалуйста, вот проходила недавно эта история, там так с помпой, да, отметили, как 30 лет установления Института президентства в Беларуси. Выступали с пламенными речами, говорили о том, что если не Лукашенко, то Беларусь бы пропала и так далее, и так далее, и так далее. Но в целом, если мы говорим об Институте президентства, а он присутствует вообще в Беларуси? Или это можно как-то вот иначе назвать, дать какую-то другую оценку того, что же создал белорусский диктатор к этому времени? Ну, в Беларуси сегодня, по большому счету, работает только один институт. Он имеет фамилию, имя и отчество. Все остальные институты не работают, и поэтому мы можем говорить не столько об Институте президента, сколько о личной роли, личности самого Александра Лукашенко. В Беларуси классический режим личной власти, классический персоналистский режим. И все остальные институты, типа там парламента, суда, местных органов власти, там профсоюзов и так далее, все это существует в виде имитации. Реальная власть принадлежит одному человеку, и он принимает все наиболее важные решения в стране. Что касается того, как белорусские власти пытаются формировать сейчас культ личности Лукашенко, и вот это празднование 30-летия его правления вылилось в дифирамбы в адрес его. Но, опять же, все это происходит как-то немножко стеснительно, что ли. Но вот сам Лукашенко не пришел на это мероприятие. Вообще оно представлено не как государственное мероприятие, а как, скажем, форум общественности. Белорусские общественные организации собрались и решили, значит, надо праздновать это событие и похвалить Лукашенко. Причем празднуют не 30-летие его нахождения в власти, а 30-летие Института Президентства. Институт Президентства был введен 15 марта 1994 года. То есть сам юбилей Института надо было праздновать в марте, а не сегодня. То есть, ну, все это выглядит немножко смешно, немножко наивно, чудаковато. Но вот такая ситуация в Беларуси. Скажите, Валерий Иванович, если вы говорите о том, что пытаются лепить, как, да, лепить, создавать культ личности, а получается ли? Ну, это процесс. Ну, а чего, возможно, еще не хватает? Ну, когда ты смотришь вот эти все помпезные истории, ну, боже, все как один, я не знаю. Ну, просто вот только Александр Григорович способен вести Беларусь, да, к какому-то светлому будущему. Никто иной, только он единственный, обладающий прекрасными, замечательными такими качествами, как мудрость, там, сила, чуткость, да, народная любовь и так далее, и так далее. Да, ну, просто я, готовясь к эфиру, посмотрел на то, как выступали пропагандисты, представители разных институций, организаций, да, характеризуя, кто же сейчас стоит у руля, собственно, в официальном Минске. Ну, у меня такое впечатление, что сам Лукашенко на подсознательном уровне понимает, что все это может дать отрицательный эффект. Он сам ведь вырос в эпоху позднего Брежнева, да, и когда культ Брежнева носил такой карикатурной уже формы, когда человек, который плохо говорит, ему вешали очередные ордена и объявляли выдающимся государственным деятелям, народ плевался, рассказывал анекдоты. Вот это в памяти Лукашенко осталось, и он боится повторений. Поэтому пока в Белоруссии не строят памятников Лукашенко, как я не знаю, там в Туркменистане или в Северной Корее, пока не награждают его всяческими орденами и медалями, пока нет, я не знаю, улиц имени Лукашенко, пока его имя не зафиксировано в Конституции, как это, опять же, в некоторых азиатских странах происходит. То есть пока этот процесс формирования культа личности идёт достаточно осторожно, чтобы не получить обратный эффект. И я думаю, что этот процесс идёт несколько в нарушении исторического алгоритма, в противоходе с историческими процессами. Скажем, если бы этот процесс формирования культа был в конце 90-х, 2000-х годах, когда Лукашенко действительно имел популярность в обществе, вот тогда культ мог бы сработать в его пользу. Сейчас же ситуация совершенно другая. 2020-й год был таким, знаете, катарсисом для белорусского общества. И Лукашенко получил очень тяжёлую психологическую травму, потому что ведь до сих пор он считал себя народным президентом. Был уверен, что купается в народной любви. И то, что в 2020 году народ вышел на протест, Лукашенко получил тяжёлую психологическую травму, от которой оправиться не может до сих пор. И вот эта попытка формирования культа личности — это в определённой мере реакция на эту травму. Это попытка компенсировать те события, которые были в 2020 году. То есть попытаться перебить громкими, так сказать, похвальбой его адрес те проблемы, с которыми он реально сталкивается. То есть если, скажем, в 2000 году его социальная модель, а это действительно своя особливая, как он говорил, альтернативная модель посткоммунистической трансформации, она в какой-то мере была интересна во всяком случае и на постсоветском пространстве. Я напомню, что в Украине из всех зарубежных деятелей Лукашенко имел самый высокий рейтинг. То после 2020 года всё это рухнуло. И теперь вот на этом фоне попытка формировать культ личности, мне кажется, даст обратный эффект. Плюс ещё физические проблемы, которые становятся, опять же, очевидными для людей, которые смотрят телевизор, как это не скрывается. И поэтому на этом фоне культ личности, скажем так, я не думаю, что даст эффекты, а, скорее всего, даже наоборот, может дать обратный эффект. Дмитрий Иванович, давайте далее поговорим о том, возможно, неким образом вспомним, как Лукашенко пришёл во власть и как он там остался, и какие методы для этого использовал. Стоит отметить, что режим Лукашенко сейчас удерживает в тюрьмах по всей стране почти полторы тысячи политических заключённых. Об этом сообщает белорусский правозащитный организации. Состояние здоровья более 90 из этих политзаключённых оценивается как тяжёлые. За решёткой находятся 65 политзаключённых старше 60 лет. Многие из них имеют серьёзные проблемы со здоровьем. Большая часть политзаключённых попала под уголовное преследование в связи с событиями, которые развернулись во время и после президентских выборов в Беларуси в 2020 году. И вот, Валерий Иванович, если мы говорим о том, как Лукашенко пришёл к власти, да, можем ли мы говорить о том, что это был, как ни крути, возможно, да, действительный выбор, людей, которые тогда видели в нём какую-то кандидатуру способную, да, там, я не знаю, привести в порядок страну, двигать её к каким-то успехам и так далее. И что вот с этим сейчас? Как нам возможно оценить то, как действительно сами граждане Республики Беларусь относятся к Александру Лукашенко? Надо понимать, что президентские выборы в Беларуси прошли в 1994 году. Это практически одновременно с выборами в Украине. Тогда президентом избрали Леонида Кучу. Это был период, когда страна переживала острейший кризис. Кризис, вызванный распадом Советского Союза, распадом советской плановой экономики, хозяйственных связей. И самое главное, это был кризис психологический, кризис тех ценностей, на которых встроилось общество до сих пор. То есть старые ценности были разрушены, новые не появились. И вот в период такого разброда, такого психологического ступора и появился на политической арене Лукашенко с образом непримиримого борца с коррупцией, который объяснял и предлагал простые решения сложных проблем. Он говорил, что во всем виновата продажная номенклатура, во всем виноваты новые буржуи, новые бизнесмены, которые появились, которые хотят ограбить народ и грабить народ. И предлагал фактически возвращение назад, не вперед к демократии и рыночной экономике, а назад к Советскому Союзу. Он предлагал интеграцию с Россией как способ реанимации Советского Союза. И народ его поддержал. Ну а потом, придя к власти, он практически устранил другие государственные институты, устранил парламент, устранил Конституционный суд. И после этого, начиная с 96-го года, был создан классический авторитарный режим, в рамках которого смена власти невозможно просто по определению. Потому что выборов нет вообще, как института. То есть формально-то они есть, но это как советские выборы. А в реальности их нет. То есть с помощью выборов сменить власть Беларуси невозможно. Ну, только с помощью революции. Ну вот попытались белорусы в 2020 году это сделать, но не получилось, не хватило сил. И можем сказать, что вот тот проект, который предложил Лукашенко, он, скажем так, есть исторический тупик. Он блокирует развитие страны. Более того, развитие является для него угрозой. Поэтому сейчас вопрос просто о том, чтобы удержаться в власти еще как можно дольше. У Лукашенко нет никаких нарративов будущего. Он не говорит, не предлагает, не объясняет, каким образом Беларусь может выжить, каким образом Беларусь может развиваться. Ну, это просто ему сейчас неинтересно. И я думаю, что он даже не представляет, зачем это нужно. И, скажем, вот свою предвыборную кампанию 2020 года он проводил, не общаясь с населением. Он ездил в воинские части, разговаривал с человеками, разговаривал с чиновниками, опираясь именно на насилу, на грубую силу. Ну и, в общем-то, эта грубая сила помогла ему удержаться у власти. И да, грубая сила, политические репрессии – это универсальный способ решения всех проблем в Беларуси. И экономических, и социальных, и всяких других. А скажите, пожалуйста, Валерий Иванович, а как мы можем в целом, есть ли какие-то цифры или какие-то косвенные, я не знаю, там, какие-то показатели, которые помогли бы нам с вами действительно понять, какой уровень поддержки в целом, да, давайте так, не белорусского народа, но в целом граждан Белоруссии, да, как они относятся к Лукашенко? Ну вот, есть что-то, что может нам помочь в этом разобраться? Поскольку, когда ты смотришь на мероприятия, в которых он принимает участие, соответственно, ну, понятное дело, да, публика соответствующая, все как один, да, машут головами и говорят о том, что, ну вот, действительно, кто же еще, если не Александр Григорьевич? Да, а как на самом деле дела обстоят? Это хороший вопрос, но полностью на него ответить невозможно точно, потому что в Белоруссии социология независимая запрещена. И поэтому мы можем только по каким-то очень косвенным оценкам давать, так сказать, какую-то картину. Ну вот, если говорить о 2020 году, вот, когда были массовые протесты, то реально Лукашенко имел 20-25% по оценках социологов. Вот, и опять же, по оценкам социологов, на этих выборах победила Светлана Тихановская. Вот, но Лукашенко написали 80%, и в итоге о его объявили президентом. Понятно, после 2020 года ситуация в значительной мере поменялась. Из Белоруссии эмигрировало, в том числе и по политическим причинам, большое количество людей. Власти дают цифру 350 тысяч. Год назад, я думаю, что сейчас она больше. И, конечно, уехали в основном противники Лукашенко. Сторонники его остались. Ну и кроме того, жестокие репрессии, фактор страха привел к тому, что какая-то часть людей, которая колеблется, она качнулась в сторону того, кто демонстрирует силу, в сторону власти. Поэтому мы можем сказать, что сегодня белорусское общество очень сильно расколото. Практически в стране идет такая холодная гражданская война. Сколько противников, сколько сторонников Лукашенко сложно определить, но я думаю, что ярых сторонников и ярых противников примерно одинаково. процентов 10-15-20. Значительная часть людей сейчас не определилась, вернее, колеблется в ту или другую сторону. Но я могу точно сказать, что свободных выборов Лукашенко сегодня выиграть не может. Вот это факт, который я могу сказать. На самом деле, какое количество поддерживает Лукашенко, это явно меньшинство. Ну, давайте еще поговорим, знаете, скажем так, вспомним еще одну страну, которая так или иначе, ну, в последнее время, по крайней мере, вот создается такое впечатление, усиливает свое влияние и на самого Лукашенко, но и в целом на Республику Беларусь. Мы говорим о Китайской Народной Республике. Беларусь и Китай провели военное учение на границе с Европейским Союзом. Как сообщает Минск, союзные войска отработали антитеррористические действия в случае захвата аэропорта. Тренировочная операция прошла недалеко от Бреста, возле самой границы с Польшей и всего в 30 километрах от украинской границы. Но и стоит отметить, что эти маневры Беларусь и Китай провели спустя всего несколько дней после саммита НАТО в Вашингтоне, о выводах которого говорилось, что углубление партнерства Пекина и Москвы является предметом беспокойства для Альянса. Валерий Иванович, а как Вы смотрите на то, что все больше китайского, скажем так, мы наблюдаем присутствия в отношениях, в визитах, в заявлениях, в том, что сейчас происходит вокруг, ну в целом, налаживания связей между официальным Минском и официальным Пекином? Ну, что касается учений, то это не первое учение белорусско-китайское на территории Беларуси. Поэтому я бы не стал говорить об этом как о чем-то чрезвычайном новом явлении. Если говорить о процессе отношений Беларуси и Китая, то тут все не так однозначно. Если речь идет о политических отношениях, то да, они развиваются. Стороны поддерживают друг друга на всех международных площадках. Китай всячески поддерживает Беларусь в разных, так сказать, организациях. Вот сейчас в ШОС Беларусь вступила. Но есть тут одна проблема. Дело в том, что Китай рассматривал Беларусь как такой логистический хаб, с помощью которого Китай будет осуществлять, реализовывать вот этот свой проект «Один пояс – один путь». И через Беларусь идет транзит китайских грузов в Европу и обратный транзит. И для этого в Беларуси был построен индустриальный парк белорусско-китайский за китайские кредиты. И этот парк имеет огромные льготы, это офшор. И предполагалось, что китайские компании будут производить продукцию, ну и продавать ее в Европу. Но для того, чтобы этот проект реализовался и вообще, чтобы Беларусь хорошо исполняла вот эту роль логистического хаба, в Беларуси должны быть хорошие отношения с Европой, с Европейским Союзом. А они сейчас такие, что хуже некуда. Санкции введены на границе Беларуси с Польшей, сейчас ступор. Польша грозит перекрыть вообще все переходы по транзиту и грузовых автомобилей, и железной дороги. И китайцам это очень не нравится. То есть вот ту функцию, ту роль, которую Китай отводил Беларуси, Беларусь не выполняет. И Китай этим недоволен. И высказывает это публично. То есть, ну и пока не получается, скажем, с китайскими инвестициями в Беларусь. Китай готов давать кредиты, причем кредиты связанные, предусматривающие, что китайские рабочие участвуют в реализации этих проектов, что беларусы закупают китайскую технологию, китайскую технику. А вот инвестиций китайских в Беларусь не так уж и много. Опять же, по причине того, что инвестиционный климат в Беларуси не очень хороший. Поэтому, если говорить вот об экономических отношениях, то тут есть серьезные проблемы. Валерий Иванович, спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились к нашему эфиру. Благодарим. Валерий Карбалевич, белорусский политолог, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.